Ты опять снимаешь? Cadillac Escalade, друзья мои, 6,2 литра. Ты опять снимаешь? Ну что, хочешь что-то интересное посмотреть? Тогда мы вам покажем сегодня Cadillac Escalade, друзья мои, 6,2 литра. Ну что, ребята, хватит уже снимать, поехали кататься. Ох, и вот так нас встречает эта машина. Едем дальше. И фары, фары. Я не знаю, где там фары включаются. Самый-самый смак и кайф. Открываем. Все, нашел веток, где включаются. Что-то, нашел фары? Нашел, где включаются фары. Ну что, друзья, погнали. Так, ребята, вот нас встречают такие две цифровые панели. Очень интересно и круто сделано. Смотрите, первый экран плавно перемещается во второй экран. То есть, один наложен на другой. И с левой стороны у нас тут разные показатели, типа километража и так дальше. То есть, исполнено все очень прикольно и стильно. И главное, современно. То есть, я ни в одном автомобиле такого исполнения приборки не видел. Ну, этот автомобиль, это премиум класс, друзья. Тут вот во всем это чувствуется. Абсолютно во всем. Во-первых, это семиместный автомобиль. То есть, это большой семейный автомобиль. Очень, кстати, удобный и крутой. Как все сделано в салоне, снаружи, под капотом, тоже сегодня это все покажем. Интересно, для чего дублируется... Может, ты низкого роста и не достаешь просто с под руля. И тебе все дублируется на монитор. Ну, это как-то вот так. Если не едешь, ты все равно все видишь. Да, то есть, на дорогу смысла смотреть. Ну, знаешь, это может для детей маленьких. Может, кто-то учит своего ребенка там с 6 лет с 7 кататься уже. Чтоб максимально было удобно, видно дорогу. Все продумано. До мелочей, друзья. Ну, вот смотри. Ну, понятно, там еще есть порт, но она не едет вообще. То есть, мы фуру, блядь, не можем обогнать. Но фуру мы обогоним, конечно, ты уже не перегибай. Но, тем не менее, все в сравнении, ребята. Все в сравнении. Я, опять же, таки, я ровняю с TRX. Потому что прошлый обзор у нас был Runter X. Это совсем другая машина. Это семейная такая статусная уже машина. Когда ты в жизни чего-то достиг и тебе просто надо повыевываться. Это эта машина, да. Ну, а чувствуется какой-то такой авторитет. Вот ты едешь и думаешь, блин, ну, все должны дорогу уступать там. Или тебе похуй? Вообще похуй. В общем, что я хочу сказать. Я вот этой машины не кайфанул. Вот, я ожидал намного большего. Я ожидал, что прям я сяду, такой скажу, вау, ребята. Это просто очень крутая, классная тачка. Ну, нет, это обычная скучная машина. Это визуал, да, выглядит он снаружи бомбезно просто. Снаружи видон классный. В салоне тоже очень неплохо. Все исполнено и так дальше. Но по езде, по эмоциям от езды он не дарит. Не вызывает никакого кайфа. Не вызывает никаких сладких, прекрасных ощущений. Машина как машина. Угу. Ребята, я не знаю, на самом деле, ну, не заходит вообще-то тачка. Может, потому что мы молодые ребята, да, нам хочется больше драйва такого, кайфа от езды. А тут машина спокойная, стабильная. Ну, в общем-то. Скажу, лет в 40-50 может и закончится. Да, я думаю, что когда мне будет лет 50 или 60. Что через два года. Когда уже, знаете, мы будем такими дяденьками в возрасте, нам будет хотеться вот ездить именно на таких автомобилях, что ты едешь, тебе комфортно, тебе классно, тебя окружают там классные боковые сидения, которые тебя прижимают, ремень, который, когда ты рушаешь, прижимает. Ну, вот такие, знаете, более безопасные. Ну, тут просто папка выходит с машины, видно, знаете, такой состоявшийся мужчина в возрасте. Да, грудь вперед. Да, грудь вперед, где может вот так ножка сделать и пойти себе кофе пить дальше. Друзья мои, что касательно автомобиля и салона этого автомобиля. То есть салон действительно выполнен максимально качественно. Машина сделана для удобства. Для удобства водителя, для удобства пассажиров и задних рядов в том числе. То есть там детей посадить и так дальше. Ребята, в этом автомобиле удобно и все на самом деле. Полностью все. То есть задний пассажир, я сел сейчас сзади на пассажирское место. И я себя чувствую просто превосходно на самом деле. Конечно, это не Эско, Мерседес. Но, тем не менее, перед тобой находится вот такой крутой экран. Очень круто все сделано. Панель. Ну, правда, вот это я не понимаю. Можно было бы что-то интересное придумать. Вот, знаете, как на коляске какой-то сидишь. Но, в принципе, очень неплохо на самом деле. Подожди, а это что? О! Ну, очень неплохо, да. Можно попить тут зарядочки. Тут у нас климат-контроль для задних пассажиров. Очень неплохо. Панорама. Черная, черная алькантара, наверное, потолок. Выглядит, конечно, по-богатому. Но, слушай, а тут сзади место, блин. Тут сзади место прям ого-го. То есть, третий ряд сидений, на самом деле. Я сейчас в нем сижу, на нем. И очень удобно. Очень удобно. Даже самым задним пассажирам очень удобно. И вот так. Вот. И теперь можно вот как-то так, наверное, выходить. А может и не так, ребята. Не знаю, как оно. Не, наверное, все-таки так. А может и нет. Касательно салона этого автомобиля. Не устаю удивляться я тому, как это все сделано. Смотрите, тут даже в подголовниках вмонтированы динамики для максимального комфорта и для максимального акустики. Для максимально крутого звука. Ну, тут слов нет. Тут они на высшем уровне. Очень удобно. Очень классно это все сделали. Так. Хоп. Все. Ну, все новое. Что хочется сказать. Все абсолютно новое. Видно, что еще к машине никто даже не притрагивался, на самом деле. Не трогал ее. Потому что пробега в данном экземпляре всего лишь 100 миль. То есть, мы, наверное, одни из первых, кто на нем катается, ездит. Все круто. Двигатель 6,2 литра. 409 лошадиных сил. Полный привод. Open the... Oh, my God! Та-да-да-дам! Ну, на самом деле, с учетом того, что у нас разложено как раз третий ряд сидений, то места в багажнике, как мы видим, не особо много. Есть вот такие полочки. Ну, и, в принципе, все. То есть, маленький багажник. Так как у нас абсолютно новый автомобиль, новый-новый, у нас в комплекте идут вот такие наушники Cadillac. Видите, это все запечатано. Это к задним мониторам, я так понимаю. Ну, по-богатому, что сказать? По-богатому это все сделано. Вот так запаковано, смотрите. Очень крутая тема, Cadillac придумала. Когда ты открываешь машину, загорается задняя оптика. И очень-очень круто она смотрится. Сейчас мы закроем это все, потом покажем вам. А вот она уже работает. Ночью смотрится просто бомбезно. Огонь! Огонь! Вот это тема, ребята. Вот в Cadillac поражает современные технологии. Такие, как эти фонари задние очень крутые. Передняя панель, передняя оптика. Вообще, сам дизайн автомобиля очень крутой. Очень все сделано дорого, богато. Но машина все равно скучная, несмотря ни на что.